Человеческий нафс Душа, обретшая покой, твердо убежденная в том, что Всевышний Аллах является его Господом, искренне верящая в обещания Всевышнего, подтверждающая правдивость Его слов, терпеливо переносящая все, что приходит от Него. Это уверовавший нафс, которого Аллах Таали не опозорит в Ахирате, книгу его деяния вручит ему в правую руку и оправдает его. Обретший покой нафс покорен божественному предопределению с его добром и злом, пользой или вредом. Всевышний Аллах так обращается к такому нафсу за веру, его истинным обещанием и за стремление заслужить его довольство посредством благих поступков. О душа, обретшая покой, вернись к своему Господу, удовлетворенный и снискавший довольство. Перевод смыслов суры Альфаджир, Заря, 27 и 28 аят. Нафс Лавамма. Когда он совершает что-либо хорошее, то говорит, надо было сделать больше. Когда же он совершает предосудительный поступок, то говорит, и зачем я это сделал? Всевышний Аллах клянется упрекающим нафсом, говоря, клянусь душой упрекающей. Перевод смыслов суры Аль-Каяма, Воскресенье, 2 аят. Нафс Аммара – это душа, повелевающая зло. Всевышний Аллах говорит о ней в той суре, где приводится повествование о пророке Юсуфе – «Мир ему». Ведь нафс, эго человека, призывает его к плохому. Перевод смыслов суры Юсуф, 53 аят. Кроме этого, о таком нафсе Аллах говорит в следующих двух аятах. Кто боялся предстать перед своим Господом, удерживал себя от запретных желаний. Перевод смыслов суры Аль-Назиат, исторгающий 40 аят. О склонности этого нафса к дурным поступкам и его отдаленности от благих деяний Всевышний упомянул и в других аятах. В одном хадисе, дошедшем от Абу Хурейры, да будет им доволен Аллах Тааля, через Абу Саляму, Саляму ибн Кухайля, Шаубу ибн Суфьяна, Абу Асима, Ахмада ибн Хусейна ибн Абана, Абдуль Джаббара ибн Силина и Али ибн Амра, приводится такое высказывание посланника Аллаха, да благословит его Аллах Тааля и приветствует. Глина, из которой был сотворен пророк Адам, мир ему, была смешана с несчастьем, страстью и похотью. Всевышний Аллах говорит, перевод смыслов, усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Сура Аль-Хадж, паломничество, 78 аят. То есть держите в узде свой нафс, не давайте ему бегать за приходящими пустыми мечтами и желаниями. В другом своем произведении Абу Абдурахман Ас-Сулями говорит так. Люди привыкли считать, что мученичество за веру – это смерть на поле брани. Однако истинное мученичество заключается в неповиновении низменным желаниям души и уничтожении ее стремления ко злу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok